В Екатеринбурге бывший милиционер, участник боевых действий в Чечне, взялся за оружие и открыл прицельную стрельбу по прохожим с балкона своей квартиры. Пострадал ребенок и сотрудник Росгвардии. Стрелявший задержан. Воскресный вечер для жителей отдаленного Екатеринбургского микрорайона Химмаш оказался по-настоящему жарким. На улицах рабочего соцгородка гремела стрельба. На балкон четвертого этажа вышел мужчина, полураздетый. Нес какую-то ерунду, видно было, что он неадекватен, либо пьяный, либо под чем-то, под наркотой. Вот. Потом я отъехал в сторону и услышал выстрелы, скорее всего, автоматического оружия. А он какие-то требования предъявлял? Нет. Просто стрелял? Нет. Просто говорил. Требовал отмены где-то там какого-то гомосексуализма. И после этого начал стрелять. Сообщения о стрельбе на улице Бородина стали поступать около восьми часов вечера. Покупатели, выходившие из универсама «Монетка», услышали звуки выстрелов и увидели, что человек, стоящий на балконе четвертого этажа в этом доме, прицельно стреляет по припаркованным машинам. Черт, кто-то. Дорогу не отцепили. Вот и эту прострелил. По Бородинам ездил. Бензин капает? Боясь попасть под огонь, люди прятались под козырьком магазина и сообщили о происходящем продавцам, а те, в свою очередь, собственной службе безопасности. У нас информация поступила в восемь часов о том, что происходят такие события на магазине. Наши сотрудники по безопасности сразу связались с персоналом, попросили сделать так, чтобы закрыли двери. Все покупатели оставили в магазине и эвакуировали через дебаркатор. Также вызвали сразу же сотрудников полиции и контролировали ситуацию. Оставались на момент штурма, ждали, когда произойдет событие, выключали свет. Стреляя с балкона, Балков попал в один из автомобилей, в котором находилась молодая семья с 9-летней дочерью. Пуля могла попасть в водителя, но угодила в его дочь, сидевшую за его спиной. У него где-то в сантиметрах 10 от шеи пролетела пуля. Она пробила ремень безопасности у него, прошла в подушку, подголовье у машины. И задела сиденье, и прошла ребенку прямо вот в это место. Прошла насквозь, через суда, вышла здесь. У меня ребенок вот так вот взялся за живот, у меня говорит, мама животик болит. Она так раз-два повторила. Она открывает футболочку, держится вот так вот, за это место, показывает руку, она уже была в крови. Родители девочки, не желая терять времени на вызов скорой помощи, повезли свою дочь в травмпункт самостоятельно. При этом, по словам матери, ребенок даже не плакал. Она продолжала сидеть спокойно, смирно. У нас при этом стекло разбитое было, водительское, и оно потихоньку уже осыпалось. И по дороге я поворачиваюсь, колени спрашиваю, как ты себя чувствуешь. Она с испуганными глазами сидела, но говорила, все хорошо. Из травмпункта 9-летнюю девочку доставили в 9-ю детскую городскую больницу, где сразу положили на операционный стол. Пуля прошла на вылет, но повредила внутренние органы ребенка. Задет. Толстая кишка, тонкая кишка, если я правильно это называю, и повреждения рядом с позвоночником. Чтобы избежать травматического шока, юную пациентку ввели в состояние медикаментозного сна. Ее состояние врачи оценивают как крайне тяжелое. Вторым раненым оказался сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии. Его ранение попало на кадры любительской съемки нашего телезрителя. Это... Гвардеец получил ранение колено, однако его жизнь вне опасности. 41-летний мужчина находится на амбулаторном лечении. Еще одной, самой первой жертвой пьяного стрелка мог стать молодой продавец овощного киоска, которого Балковский пытался взять в заложники. Не, он меня познал. Сылали сюда разговорник, у меня отношок. Нож катаризов, села на мяну. Нож возьми, говорит. Давай нахуй. Руки за голову. Я тебе снимаю, ты не против? Руки за голову, говорит. Потом на заголову взял. Скороче, я сейчас стрельну, говорит, за что. А просто так. Офигеть. Одну пуля навел, стреляет. Он стрелывал, хочет в крест, а у меня в ушах звенили вообще. Кошмар. Отвергнул. Пацан что ли? И 10 пулей, что ли, и 20 пулей передо мной. Как ты выбежал? Молодому зеленщику каким-то чудом удалось сбежать от неадекватного хозяина квартиры. Затем, как сообщает лента РУ, Сергей позвонил в полицию, сообщил, что у него в квартире 8 детей и потребовал для переговоров по телефону, цитата, нормальных офицеров. После чего вышел на балкон и начал стрелять. По словам соседей, до этого Балков пребывал в многодневном запое. Стрельбу по силовикам и гражданам открыл, находясь в сильном алкогольном опьянении. В его квартире сотрудники полиции обнаружили более 70 гильз от охотничьего карабина «Вепрь», большое количество неиспользованных боеприпасов, а также пустые бутылки от спиртного. Примерно неделю назад, до этого ЧП, он увлекся горячительными напитками. В результате от него ушла к родственникам его спутница жизни. Таким образом, длительное злоупотребление алкоголем и привело к столь печальным последствиям. 48-летний Сергей Балков до 2010 года служил в милиции. Сейчас отдел внутренних дел, где Балков в звании старшего прапорщика служил в должности инспектора патрульно-постовой службы, называется отделом полиции номер 13, но полицейским Сергей побывать не успел. Уволился из милиции по собственному желанию, после того, как военно-врачебная комиссия не рекомендовала его к продолжению службы. Как рассказал начальник прислужбы Свердловского ГУМВД Валерий Горелых, во время одного из дежурств Балков задерживал нарушителя и получил от того удар бутылкой по голове. Черепно-мозговая травма дала неврологическую симптоматику. Уволившись из МВД, Сергей Балков нашел работу в частном охранном предприятии, причем в должности заместителя директора. На совершенно официальных основаниях бывший милиционер владел охотничьим нарезным карабином «Вепрь», из которого он накануне и вел стрельбу, а также несколькими единицами пневматического оружия. Соседка Балковского по подъезду рассказала, что тот регулярно устраивал в своей квартире стрельбу из пневматики, но огнестрельное оружие в его руках она увидела впервые. Операция по нейтрализации пьяного стрелка продолжалась около двух с половиной часов. Полицейские отцепили участок улицы Бородина, всех жителей дома номер 31 вывели во двор. Молодежь устроила вечеринку с гитарой и песнями. На место происшествия прибыл снайпер. Пожарные проложили ему дорогу на крышу высотного дома, откуда открывался обзор на окна квартиры Балкова. В подъезду дома, где находился стрелок, подогнали газель с бойцами специального отряда быстрого реагирования. Впрочем, к тому времени у некоторых химашевцев уже начали сдавать нервы. Когда бойцы поднялись на четвертый этаж, Балков начал стрелять через дверь. Силовиков от пуль спас бронированный щит. При штурме квартиры была применена светошумовая граната. Силовиков от пуль спас бронированный щит. Попав внутрь квартиры, силовики не стали применять оружие против своего бывшего коллеги. Но даже надетые на него наручники стрелок воспринял неадекватно. Фотография Сергея Балкова была найдена журналистами на сайте знакомств, при том, что бывший милиционер был дважды женат и от каждого брака имел по ребенку. Обе супруги его бросили, найдя совместную жизнь с ним, опасной для своей жизни. У него сын четвертый класс закончил, но они с женой в разводе. А второй раз он женился, она, как говорят, опять, что у него жена следователь. А вообще, получается, у него с женой как давно они расстались, как развелись? В прошлом году они расстались. В прошлом году? Видимо, за такое оно поведение. А пить он тогда начал? А он, мне кажется, всю жизнь пил. Также соседи Балкова припомнили, что на его совести есть как минимум одна загубленная им жизнь. В 2001 году, находясь не при исполнении, но используя табельное оружие, прапорщик застрелил 18-летнего спортсмена. Он выиграл турнир по рукопашному бою. Он был боксером. Он приехал сюда и собрал всех своих боксеров, друзей там. И вот они здесь сидели на Грибедово, 24. Ели. Конечно, он нарушил режим, пили они пиво немножко. И когда он пришел, он сказал, а что вы шумите? Ну, парни молодые сидят, разговаривают там, что без девчонок, просто шумят там. Он сделал им замечание. Они не отриграли, а ты в гражданке. Он рассказывал, что завела борьба, в которую он достал пистолет и выстрелил ему в сердце. Один выстрел в сердце. И он убил парня, которому было 18 лет. Володя Нагиев. Володя Нагиев. У нас в Екатеринбурге проводится турнир. Его имени? Конечно, по боксу. Нагиев. Родственника Владимира Нагиева тогда, 20 лет назад, безуспешно пытались привлечь Балкова к ответственности, но у них ничего не вышло. Проведенная проверка пришла к заключению, что милиционер действовал в пределах необходимой самообороны. После этого Сергей еще 9 лет прослужил в милиции. Всего Балков отслужил в органах внутренних дел 18 лет. Дважды бывал в командировках в Чечне в 2000 и 2004 году. В том же 2004-м был награжден медалью за отвагу на пожаре. После увольнения из МВД Сергея Балкова дважды пытались привлечь к уголовной ответственности. В 2012-2013 годах по 119 статье «Угроза убийством» и в 2017-м за стрельбу в квартире. Со слов бывшего товарища Балкова, тот ему сам рассказывал, что услуги бывших коллег по вынесению отказного материала стоили ему 100 тысяч рублей. При этом с 2010 года стрелок имел законную лицензию на приобретение и хранение огнестрельного оружия. Эту лицензию он неоднократно продлевал. Последняя проверка его арсенала проходила в марте этого года. На учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах Балков не состоял. В ходе медосвидетельствования, сразу после задержания, в крови стрелка было обнаружено 1,17 промилле алкоголя. Такая концентрация алкоголя присуща в сильной степени опьянения, при которой человек становится опасен. О нем наблюдается вспышки гнева, теряется контроль над собой. В ходе первого же допроса в СКР Балков с трудом мог объяснить мотивы своего поступка. Расследование преступления, совершенного екатеринбуржцем, взял на личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин. К восьмилетнему жителю города Екатеринбурга предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей о покушении на убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего, совершенного общеопасным способом из хулиганских побуждений и посягательством на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Для расследования уголовного дела сформирована следственная группа в составе ряда сотрудников отделов по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области, следователей территориального следственного отдела, следователей криминалистов. Сестра убитого Балковым 20 лет назад молодого боксера сообщила журналистам, что намерена подать заявление в прокуратуру о возобновлении расследования гибели своего брата. Также в ходе начавшегося расследования могут быть проверены и два других эпизода со стрельбой, в которых бывший милиционер избежал ответственности, а также законность выдачи и продления ему лицензии на хранение оружия. В ходе следствия в обязательном порядке будут устанавливаться причины и условия, способствовавшие произошедшему с целью принятия мер по недопущению впредь подобных ситуаций. Сегодня в три часа дня следователь ходатайствовал перед судом о помещении Балкова под арест. Судья Чкалского районного суда это ходатайство удовлетворил, взяв обвиняемого под стражу на время ведения следствия пока сроком на два месяца, до 30 июля.